Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Вот мы вместе с вами посмотрели сюжет, как кремлевские власти расправляются с неугодными. Знаете, причем бросить человека за решетку и всячески над ним издеваться, часто и этого им кажется мало. Вчера во Владимирской области, в колонии номер 6, суд начал рассмотрение дела Алексея Навального по обвинению в экстремизме. Вот сам политик не раз говорил, что ему грозит до 30 лет лишения свободы к тому сроку, что уже есть. И вот прессу на суд сначала допустили, потом всех попросили выйти, объявили заседание закрытым, потом прекратили трансляцию и вот адвокатам даже запретили общаться со СМИ. Что вы скажете по поводу этого судилища? Уже по первому дню ведь многое стало понятным. Ну, там цифры, на которые будет осужден Навальный, они не имеют никакого значения, потому что понятно, что с самого начала, как только Навальный был арестован, в момент приземления в московском аэропорту Шереметьево, было понятно, что он сядет пожизненно. Пожизненно, в том смысле, что он будет в тюрьме до тех пор, пока Путин будет в Кремле. То есть, вот эти два человека одновременно на свободе, два человека живые на свободе, они не могут существовать. Значит, один из них должен быть в тюрьме или один из них должен быть в могиле. Понятно, что существование Навального и Путина одновременно на свободе, в живом состоянии невозможно. Навальный – это личный враг, личный узник Путина, и он будет сидеть столько, сколько Путин будет находиться в Кремле. Ну, сейчас вот вы видите, вы показываете, этот человек, в общем-то, уменьшился в размерах примерно в два раза по сравнению с тем, что он был во время, скажем, митингов в Москве, когда мы его видели. Ну, в общем, речь идет о постепенной попытке все-таки его добить, потому что он не вылезает из внутренних тюрем. Так называются вот эти вот штрафные изоляторы, где он находится постоянно. То есть речь идет вот о попытках его уничтожить. Значит, что касается закрытости процесса, то тоже понятное дело, потому что… Это вот я хочу сказать, сейчас отца показывает Алексея, вот он сидит, да. Ну да, ну вот то, что процесс закрытый, это тоже вполне понятно и объяснимо, потому что каждый свое выступление… Навальный боец, и каждое свое выступление, каждый суд над собой Навальный использует для продвижения своих взглядов. И, в общем, держится он довольно уверенно, говорит он хорошо, и каждое его выступление получает довольно большой резонанс. И вот его… любая трансляция из зала суда, она является довольно мощной, мощной агитацией против этого режима. Поэтому, естественно, режим старается… Кремль пытается всячески изолировать Навального, потому что его слова… Ну, знаете, слова из-за решетки, они звучат особенно весомо. И поэтому понятно, что эти процессы стараются делать закрытыми. В этом, кстати говоря, принципиальная разница между тем, что происходит сейчас и 1937-38 годом, когда процессы делались открытыми, потому что тогда все-таки в основном подсудимых удавалось сломить. Они давали признательные показания, каялись и так далее. Ну, а здесь, в общем-то, Навальный и другие политзеки, в общем-то, говорят то, что считают нужным. И их слова стараются просто каким-то образом скрыть, потому что они действительно оказывают воздействие на умы. Это очень сильные, очень яркие, мощные выступления. Ну да, и даже в результате и адвокатам даже запретили общаться с кем-либо. Скажите, вот сегодня ровно две недели, как Россия совершила теракт, взорвала плотину на Каховской ГЭС. Десятки людей погибли, да, это не окончательная цифра, далеко не окончательная. Тысячи остались без крыши над головой, без света, без газа, без воды. Ну вот, допускать специалистов ООН для мониторинга ситуации на левый оккупированный берег России все еще отказывается. Вот вчера Песков заявил, что это связано с проблемами безопасности, да. Но ведь они боятся не за представителей ООН, да, за себя боятся, что будут какие-то доказательства, какие-то улики их преступлений. Как вы полагаете? Я думаю, что главная задача, ну, скажем так, я очень сильно сомневаюсь, что сам факт пребывания миссии ООН на левый берег Днепра, там, где тот участок, который контролирует оккупационная армия, я сомневаюсь, что там можно будет найти какие-то доказательства преступления. Для этого все-таки необходимо получить доступ к самой платине, к машинному залу. Да и то не факт, потому что все-таки взрыв и вот эта волна, она многое смыла. То есть там требуется серьезное расследование. Но я думаю, что главная задача в том, чтобы скрыть масштаб последствий. Потому что действительно левый берег, там, где помощь фактически не оказывалась, и более того, препятствовали вот факты вот этих вот вторичных преступлений, когда оккупационные власти препятствовали спасению людей, не давали людям выехать. Вот эти, ну и вообще контакт с людьми, которые могут подтвердить, просто элементарно подтвердить факт, что им не давали выехать и людям, которые, например, не имели российских паспортов, не разрешали выезд из зоны бедствия. Вот эти факты могли быть как раз достоянием международной гласности. Вот этого, конечно, режим не мог допустить. Даже если какую-то массовку, да, сгонят, все равно найдется кто-то, кто скажет. Ну да, понимаете, это же все-таки, все-таки это Украина. Хоть и оккупированная, но Украина. И там, в общем-то, люди, которые длительный период жили без страха и привыкли говорить, они, конечно, обязательно что-то бы сказали. И быстренько так зачистить подведомственную территорию оккупированную невозможно. Мы видели, что даже вот в этих оккупированных территориях происходят партизанские действия, там взрывают гауляйтеров и так далее. То есть для того, чтобы зачистить территорию оккупированную, для того, чтобы привести народ в состояние покорности, нужны десятилетия, а не те несколько... То есть, ну, это вот все-таки это очень длительный процесс. Мы знаем по истории того же самого Советского Союза, сколько было сопротивления, прежде чем удалось окончательно зачистить все и привести людей в состояние покорности. Поэтому вот тех нескольких... Того небольшого времени, которое российские оккупанты держат под своей властью вот эти территории, конечно, людей в состоянии полной покорности не удалось привести. И они бы обязательно, если была бы миссия ООН, то украинцы, граждане Украины обязательно бы высказали, дали бы свидетельские показания, и эти показания могли быть основанием еще для одного ордера на арест Владимира Путина. Поэтому он сейчас обеспокоен этим ордером, он очень старательно пытается как-то избавиться от этого ордера, потому что, конечно, он заставляет ему определенные неудобства, и какая-то опасность все время висит, куда-то ехать нельзя. Сейчас вот, например, в Южную Африку надо вроде бы ехать, а ехать страшно, потому что есть ордерный арест. Поэтому вот я думаю, что вот эти мотивы в основном. Ну и вообще сам факт. Ведь, да, то, что погибли люди, и до сих пор, конечно, еще долго масштабы непосредственной гибели людей будут неизвестны и пополняться будут. Но есть еще и гигантские... Это же гигантская катастрофа и экологическая. Я уж не говорю о том, что вот этот голод в Африке, который на сегодняшний момент является предметом беспокойства, в том числе и лидеров африканских стран, которые приехали в Киев. Но здесь ведь речь идет и о чудовищном, небывалой экологической катастрофе. Значит, это отравление не только бассейна Днепра, не только украинских территорий, но и вот все эти токсичные придонные скопления, которые были на протяжении скотомогильники, кладбища, которые были размыты и вместе с водой были выброшены в Черное море. То есть была... Да, были кадры. Вы видели, возможно, как на берег Ялты выбросило тушу свиньи, в Болгарии тушу корова. Ну да, огромное количество рыбы, которая погибла в результате вот этого наводнения. И вот эти вот трупы, скотомогильники, значит, кладбища, которые оказались выброшены в русло Днепра и в конечном итоге унесены в Черное море, это гигантское отравление всего Черноморского бассейна. То есть это международная катастрофа. То есть это и Турция, это и Болгария, и целый ряд других стран, тех, которые находятся в бассейне Черного моря. Поэтому последствия этой катастрофы, они достаточно долго будут изучаться, и масштаб ее на сегодняшний момент, я думаю, мало кто может представить. Так вот, возвращаясь к миссии ООН, в какой-то степени вот миссия ООН могла бы хоть как-то, хоть краешек, так сказать, приподнять краешек завесы над этой огромной трагедией. И поэтому ее не пустили, потому что всячески российское руководство пытается скрыть масштаб этой трагедии и избежать еще одной страницы в военном трибунале, а еще одной серии обвинений в международных преступлениях, которые происходят в Украине сегодня. Еще раз говорю, вполне возможно, что был бы еще один ордер международного уголовного суда, и не только для Путина. Знаете, ну и с каждым днем доказательств становится все равно все больше и больше. Вот журналист «Радио Свобода» Марк Рутов опубликовал фото машины с обзрывчаткой на Каховской ГЭС более чем за неделю до ее подрыва российскими оккупантами. Эти фото сделаны украинским беспилотником. 28 мая на них видна машина, припаркованная на ГЭС. Я попрошу, да, вот режиссеры показали уже эти кадры. И в этой машине видны большие бочки, одна из которых, возможно, соединена с какой-то наземной миной, возможно, внутри станции, а кабель идет к берегу реки. Эксперты говорят, что для подрыва дамбы одной машины, конечно, мало. Вот, возможно, так россияне хотели усилить эффект от взрыва в машинном зале. Вот это, судя по всему, еще одно доказательство вот этого преступления, ужасного преступления российской армии. Я думаю, что таких доказательств... Понимаете, если речь идет о, скажем, реакции такой политической, публицистической, то она очевидна. То есть, понятно, что... Понятно, кто виновен. Понятно, так сказать, ну, примерно, понятна мотивация Кремля, который все это устроил. Понятно, что надо было как-то попытаться замедлить, если не сорвать, то замедлить. Там, ну, примерно, оценивается, что это на месяц замедлило наступление вооруженных сил Украины. В общем-то, ну, тут цель тоже достаточно очевидна. Вот. Ну, и нанести максимальный ущерб стране, которую Путин лютым образом ненавидит. Но это, скажем, публицистическая, политическая оценка, она может быть дана. Ну, а вот юридическая оценка, она требует времени. Мы помним, несмотря на очевидность вот ситуации с малазийским Боингом, очевидность, кто сбил, уже было все понятно. Но, тем не менее, суд долго, кропотливо собирал доказательства. Это не... Вот сейчас вот мы только что видели сцены из российских судов. Там тот же самый Матищенкинский или Басманный суд Москвы. Это делается все просто. Никаких доказательств не надо, просто есть фамилия. Есть Навальный, значит, он должен сидеть. Столько сидеть, сколько просит прокурор. То есть, фактически суды штампуют обвинительное заключение, даже иногда с ошибками. Просто я неоднократно убеждался, когда сравнивал обвинительное заключение прокурора с приговором суда, то там ошибки повторяются. Вот. И я принимал участие в нескольких судебных заседаниях, когда закрывали ежедневный журнал, с которым я сотрудничал. И я обратил внимание, что просто вот ошибки орфографические, которые были в обвинительном заключении, они повторяются, повторялись в приговоре суда. Ну... Они просто копируют и все даже не смотрят. Ну да, то есть, там даже просто меняют шапку и дальше все остается так, как... Но для этого не нужно времени. То есть, это происходит мгновенно. Но нормальное, настоящее правосудие, а международное правосудие, оно действительно очень тщательно ко всему подходит. Там состязательность сторон, там действительно есть какая-то защита, там проверяются доводы, заказывается несколько разных экспертиз, проверяется экспертиза на беспристрастность, на отсутствие конфликта интересов и так далее. Но в любом случае это серьезный длительный процесс. Но я очень надеюсь, что все-таки этот процесс не будет таким длинным, как в случае с малазийским Боингом. Потому что, конечно, ситуация такая, что действительно нужен приговор, нужно, чтобы вот эти люди, в частности, этот человек оказались вне закона как можно скорее. Это мне представляется очень важная составная часть того процесса, который сейчас, ну, во главе которого сейчас стоит вооруженные силы Украины. То есть отбрасывание, сопротивление фашистскому агрессору, мне кажется, должно вестись по всем фронтам интенсивно, в том числе и в правовом поле. Появилась вторая серия истории о боевых комарах и вот хотели ее с вами обсудить. Вчера начальник войск химической и биологической защиты Российской Федерации Игорь Кириллов рассказал ее на брифинге. По его словам, план этот разрабатывали в США, в Вашингтоне и вот по замыслу доставлять опасных насекомых будут при помощи коптеров. Я процитирую. Беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. Но видим, что кусать комары будут только военнослужащих. Они, видимо, как-то тоже натренированы, обучены. Как вам вообще продолжение этой истории? Ну, там ведь есть еще и другая история. В предыдущих сериях, но здесь тоже это имеется в виду, речь идет о том, что они должны кусать исключительно российских военнослужащих. То есть, видимо, так сказать, они как-то проверяют либо документы Камар этот должен проверить, если украинский паспорт предъявляется, либо есть проверочные слова, известные каждому, значит, владеет ли человек украинским языком или нет. Ну, видимо, тоже Камары будут просить, так сказать, несколько вот таких тестовых проверочных слов. Ну, вообще, степень идиотизма российской пропаганды, он все время повышается, ну, а, соответственно, уровень понижается. Понимаете, вот этот человек Кириллов, которого вы сейчас процитировали, слова которого, он же генерал-лейтенант, понимаете, это же, ну, серьезно, это, в общем, второе по уровню генеральское звание, то есть, человек служил, дослужился до генерала-майора, потом получил звание генерала-лейтенанта, вот, занимает очень ответственную должность, вот он несет вот эту ахинею. До этого, до него, примерно такую же ахинею нес господин Небензиа, это такой очень солидный генерал в дипломатическом ведомстве, он тоже вот рассказывал что-то про боевых комаров, с трибуны Организации Объединенных Наций, и совершенно не, вот, я не знаю, вот эти люди, они, вот, все это, все это говорят, все это вслух распространяют эту информацию, не знаю, вот он приходит, приходит домой, в семью, его спрашивают, ну как ты сегодня, ну вот я сегодня опять про боевых комаров, которые натасканы кусать исключительно российских военнослужащих, а украинцев они обязательно обходят, и вот как, как дети это все воспринимают, я не знаю, это какая-то удивительная история, это какое-то межзазеркалье, в котором находятся эти люди, то же самое Путин, который говорит о том, что, значит, генерал Залужный скорее всего за границей где-то лечится, а в это же самое время вдруг появляется видео, где генерал Залужный у себя в штабе занимается своей обычной работой военной, командует вооруженными силами Украины, и вот совершенно не стыдно, это все воспринимается как должное, то же самое Путин рассказывает о том, что уничтожено там 160 танков с самого начала военной, украинского наступления, в то время как всем известно, эти цифры невозможно скрыть, какими силами осуществляется украинское наступление, это просто видно, оно же не в каком-то закрытом помещении происходит, это все... Да, вот это видео с Залужным, вы упомянули, мы хотели бы показать. Это видео с Залужным, там дата есть, там все как бы все вживую. И вот Путин в это же самое время говорит, что генерал Залужный там тяжело ранен и где-то лечится за границей. Ну вот это, видимо, такая вот своеобразная за границей. А Песков говорит, что мы провели демилитаризацию в Украине. Да, 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 Песков говорит, что мы провели демилитаризацию, да и Путин говорит, что Песков. Песков, как обычно, как сказал в свое время Путин, он несет свою пургу, но еще больше пургу несет Путин, потому что он заявляет о том, что они провели демилитаризацию, потому что Украина теперь воюет в основном натовским оружием. То есть Украина милитаризирована, максимально вооружена и поэтому она демилитаризирована. Это просто какое-то раздвоение сознания. Ну это зазеркалье, понимаете, вот это та чушь, которую они несут совершенно и причем музал аплодирует. Это последствия укуса боевого комара такие тяжелые. Возможно, да, возможно, так сказать. Ну действительно, все-таки не зря американские лаборатории работают, там все-таки деньги люди получают, не зря они хлеб едят. Видимо, всех их покусали боевые комары. Ну там много вот подобных вещей происходит. и вот вот эта чудовищная деградация, обрушивается, вот эта информация, которая обрушивается на голову россиян, вот трудно сказать, на кого она рассчитана. Вряд ли кто-то может думать о том, что за рубежом кто-то в это поверит. Вот в этих боевых комаров, в то, что генерал Залужный там чуть ли не при смерти, когда нам тут же его показывают, там генерал Буданов тоже то ли убит, то ли ранен, после чего генерал Буданов публикует информацию, что вооруженные силы Украины создали полк бессмертных полководцев, начиная вот значит Залужного Буданова, там Петлюры, Бандеры, еще кого-то. В общем, короче, да, Мазепа, кажется, туда тоже вошел. В общем, короче говоря, все эти бессмертные полководцы, они будут по ночам приставать к россиянам и тревожить их покой. Ну, в общем, короче говоря, все это превращается в какой-то постоянный, то есть эти люди, я имею ввиду российское руководство, оно превращается в каких-то в какое-то вульгарное камеди-шоу. И совершенно этого не стоит. Деградация, конечно, совершенно чудовищная. И на самом деле действительно в России исчезла по сути дела политика, исчезла дипломатия, все это превратилось в какую-то весьма-весьма пошлую пропаганду, причем очень низкого уровня. Ну, в общем, проблема достаточно очевидна. Проблема заключается в том, что рационально объяснить, вот вести информационную войну какими-то рациональными методами невозможно, потому что невозможно рационально сформулировать главное. Зачем начата эта война? Зачем? Ну, хоть какие-то, понимаете, вот обычно все-таки в войне бывают хоть какие-то какие-то причины. Война за, ну, скажем, Третий рейс. Вы знаете, наверное, здесь причины сложно искать. Этот разговор очень долго можно вести. Какие были причины? Заглянуть в голову Путину практически невозможно, потому что, ну, как изучать, знаете, маньяков. Пусть, наверное, этим занимаются потом уже какие-то ученые, не знаю, социальные психологи или еще кто-то. Мы понимаем, что война это незаконно и никому не нужна. К сожалению, наше время уже в эфире заканчивается. Я хочу поблагодарить вас, Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, был в эфире Фридема. Спасибо большое, всегда ждем вас. Субтитры создавал DimaTorzok